Производство компании Argos Television. В главных ролях Данна Гарсия, Хосе Анхель Льямос, Ксимена Рубио, Разбитые сердца. В фильме также снимались Анна Сиачетти в роли Фернанды, Кулио Брачо в роли Сесара, Энрике Синхер в роли Рохелио, Евангелина Мартинес в роли Челло, Хотан в роли Серхио, Карина Мора в роли Алехандры, Карлос де ла Мотта в роли Хермана, Луис Херардо Мендес в роли Игнасио, Анхелес Марин в роли Эрнестины, Паку Маури в роли Амадора, Патрисия Мареро в роли Филомены, Алехандро Кальва в роли Танки и другие. Авторы сценария Луис Зелкович и Лаура Соса. Композиторы Эрнесто Анания и Вилли Колон. Операторы Маурисио Манесес и Родриго Куреи. Режиссеры Моисес Орти Суркиди и Пабло Гомес Саенс. Сейчас не лучший момент, чтобы так шутить. Поверь, я не вру тебе. Я говорю правду. Рахелиус столкнул меня с лестницей. Верхиния приказал Эрасму избавиться от меня. Они пытались меня убить. Эти люди убийцы. Я тебе не верю. Тело Адриана нашли. Это был полицейский, которого убил Эрасма. Аура, поверь мне. Поверь, это правда. Я знаю, я совершил очень много ошибок, но я изменился, Аура. Лишь одно не изменилось. Мои чувства к тебе. Пойми, Сантьяго не существует. Если бы он был, он бы давно в тебя влюбился. Ты влюбился в тебя так же, как и я. Обними меня. Обними меня крепко. Я не знаю, что делать. Не знаю, плакать мне или... Я просто сошла с ума. Не знаю. Не знаю. Это ты. Это ты. Это ты. Ответь мне на мой вопрос. Не строй из себя идиота. Если Верхиния ведьма и убийца, тогда кто ты? Что? Причем здесь я? О чем ты говоришь? Не прикасайся ко мне, Рахелио. Хватит притворяться наивным. Кто столкнул жениха Ауры с лестницы? Кто тебе это сказал? Никто. Мне никто не сказал. Тогда в чем дело? Я все видела, Рахелио. Ты видела? Да. Я была там, когда ты столкнул его. Это была защитная реакция. Он пытался напасть на нас. Только не надо меня обманывать. Я все видела. Ну, хорошо. Давай заново. Я повторяю свой вопрос. Кем ты считаешь себя? Постой. Убили моего сына. Я пришел поговорить с человеком, которого так люблю, а в ответ слышу нелепые обвинения. Убийца. Трус. Предатель. Вот как называется тот, кто отбирает чужую жизнь. Ты хочешь послать Расма к Ауре? Для чего? Я должна положить этому конец. Я не позволю Ауре устроить этот цирк. Когда она забеременела, она запятнала имя нашей семьи. Больше этого не повторится. Нет. Сарняк должен быть вырван с корнем. Я позволила ей зайти слишком далеко. Значит, Хермана тебе мало, теперь еще и Аура. Кого будешь винить в этот раз? Аура. Аура моя последняя преграда. Мне надо поговорить с Расма. Нужно поговорить с ним немедленно. Прошу вас, проследите, чтобы обо всех гостях позаботились. Кофе уже сварен? Конечно, сеньора. Хорошо. Фернандо? Да? Что-нибудь узнала по этой? Нет, я его не видела. Как раз ищу его. Понятно. Если придут какие-то особенные гости, например, бывшие одноклассники Хермана, ты сможешь их принять? Конечно. Конечно. Я пока схожу в сад, поищу Рахелию. Возможно, он там плачет. Я скоро вернусь. Тут быстрее. Не понимаю, почему папа ушел. Не знаю. Милый, я не понимаю, почему ты их не разоблачил? Почему ты должен терпеть это? Потому что не мог рисковать своим сыном. Эстебном? Но как? Не понимаю. Если они пытались убить меня, представь, если бы я их разоблачил. Твоя бабушка ведьма, способная на все, понимаешь? Я бы ничего не сказала им, ты же знаешь. Тебя я тоже не мог подставить под удар. Ни за что. Если бы они навредили тебе из-за меня, я бы не простил себе. Поэтому я выдумал Сантьяго. Я бы никогда тебя не предал. Я бы не проронила ни слова, ты ведь знаешь. Ты не представляешь, что я чувствовала, когда узнала, что ты погиб. Мой сын был мне единственной опорой. Мне тоже было нелегко быть рядом с тобой и не иметь возможности обнять тебя, целовать, любить тебя. Это было настоящим адом. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я все видела и слышала Рахелио. Видела, как она ударила его вазой, а потом устроила эту аварию. Ты же юрист, Рахелио. Как это называется? Предумышление? Злой умысел? Я в законе тоже разбираюсь. Кто ты, Карола? Ты изменилась. Кто я? Наконец мы пришли туда, куда должны были. Знаешь что? Не Верхиния твой самый лютый враг. А я. Скажи, что это неправда. Это ложь. Нет, Рахелио. Я говорю тебе правду. Я твой худший враг. Помнишь? Синьора Руиса? Ты его упоминал, когда я устраивалась к тебе. Да, конечно. Синьор Руис – это человек, который покончил с собой много лет назад. Ты сказала, что не знаешь его. Я солгала. Солгала, Рахелио. Потому что синьор Руис, которого вы с Верхинии посадили в тюрьму и довели его до самоубийства, мой отец. Это первая смерть, за которую вы заплатите, нелюди! Ответь, милая, возьми трубку. Аурен. Это мама. Пожалуйста, перезвони мне. Это очень важно. Это вопрос жизни и смерти. Позвони сразу, как сможешь. Все в порядке? Ты напугала меня. Прости, я не хотел. Ты уверена, что все нормально? Да, Серхио. Да. Ты кому-то звонила? Твоему папе. Я ищу его, но не могу найти. Решила позвонить ему на мобильный, но он не отвечает. Серхио, я в порядке. Как же иначе? Как еще можно чувствовать себя в такой ситуации? Нам всем сложно, но надо держать себя в руках. Успокойся. Дела совсем не к черту, Расма. Да, сеньора, но... Нет, выслушай меня. Сеньора, я... Ты видел, что произошло? Никто не пришел. Никто. Сеньора, но... У меня столько вопросов, столько всего надо рассказать тебе. Как там мой папа? В безопасности. Он хотел приехать, хотел помочь тебе, но я отговорил его. Лучше ему пока не показываться. Значит, папа в порядке. А Нелли? Нелли! Если ты жив, значит, она не может выйти замуж. Конечно, не сможет. Поэтому я не сделал всего, что ты от меня хотел. Я знал, что это невозможно. Милая. Простите, что отвлекаю, но... Этого парня забрали, и полицейские сказали, это все изменит. Теперь в отношении твоего папы все прояснится. Я знала. Нам лишь надо было как следует проучить этого парня, как это сделал ты, Сантьяго. Вся эта история про Сантьяго скоро закончится. А ты разве не Сантьяго? Нет. Он не Сантьяго. Это Адриан, Беттина. Да. Ты правда, Адриан? Конечно. Ты знаешь, как мы страдали из-за тебя. Особенно Танке. Если он знал об этом, клянусь, я... Нет, он ничего не знал. А как же Эстебен? А вот Эстебену давно известно. Что? Постой. Мой сын знал, что ты его отец? Я должен был поговорить с ним. И мы договорились хранить это в тайне. Мы поговорили, и он меня узнал. Скажи ему, чтобы закруглялся. Если войдет Нелли и увидит, что он говорит с Пекином, она устроит скандал. Милый, поскорее. Я знаю, что ты не вор. Я тебе верю. Обещаю, что скажу это маме. Что именно? С кем ты разговариваешь? Кто с тобой говорит? Что происходит? Мама пришла. С кем ты разговариваешь? Со школьным приятелем. Сниму туфли, и не могу в них ходить. Где ты была, Нелли? Разбиралась с одним важным делом. Серхио обо всем знает. Теперь увидим, кто победит. Аура или я. Милый, пора заканчивать. Мне надо класть трубку. Говори быстрее. Нет, я не виноват, что твой папа связался с Верхинией. Вот как? А кто устроил весь этот обман с деньгами? Тоже не ты, Рахелио? Мой отец плакал. Он плакал в ярости каждый раз, когда мы его навещали в тюрьме. Я была совсем маленькой. Представляешь, каково мне было видеть его слезы. Но я лишь исполнял указания Верхинии. Она что-то узнала и попросила меня разобраться. Хватит, Рахелио. Наберись смелости признать себя трусом. Прекрати прятаться за Верхинией. Нет, ты не можешь так со мной говорить. Ты любишь меня. Ты доказала это, когда мы были вместе. Отпусти меня, мерзавец. Знаешь, что я чувствовала, когда мы были вместе, Рахелио? Отвращение. Каждый раз, когда ты уходил, меня тошнило. Я пыталась скорее отмыть этот мерзкий запах, который ты оставлял на мне. И знаешь, что, Рахелио? Оно того стоило. Видеть тебя таким стоит того. Давай забудем об этом кошмаре, любимая. Прошу тебя. Ты ничтожество. Ты пустое место, Рахелио. И знаешь что? Если бы у тебя была хоть капля совести и достоинства, ты бы убил себя, как и мой отец. И я не успокоюсь, пока вы с Верхинией не окажетесь в тюрьме. Дорогая, мы можем начать. Все заново. Адриана, твой папа мертвы? Какой же ты идиот, Рахелио. Ты полный кретин. Адриан Ринкон жив. Я спасла его, чтобы уничтожить тебя. Мне нужно, чтобы ты занялся аурой немедленно. Да, сеньора, но при всем моем уважении, я думаю... Я оплачу тебе не за твои раздумья, а за то, чтобы ты подчинялся. Да, сеньора. Слушай, Расмо, очень скоро ты отправишься на свое ранчо. Понял? Давай заключим сделку. Я удвою цену, которую обещала. Тебе этого достаточно? Извините, сеньора. В чем дело, Серхио? Где все приглашенные? Не знаю, похоже, люди не забыли о твоей видеозаписи. Нигде я не могу найти папу. Его сотовый не отвечает. Что могло произойти? В чем дело, сеньора. Нет, Верхиния, так легко ты не оделаешься, тебе не удастся. Мы хотя бы узнаем теперь, что этот кошмар с моим папой закончился. Давай не будем так уверены, что угодно может произойти. Конечно, ты прав. Если они смогли сделать с тобой такое, значит, способны на многое. Просто ужасно, что бабушка сделала это с тобой, любимый. Пожалуйста, прости меня. Ты ни в чем не виновата. Конечно, виновата, и еще как. Ведь это моя семья. Я толкнула тебя в опасность, прости меня. Мне так стыдно. Извини, одну минуту. В чем дело танки? Сантьяго? Да, это я. Мама Ауры хочет срочно с тобой поговорить. Дай ей трубку. Даю. Спасибо вам, спасибо. Сантьяго. Слава Богу. Сантьяго, мне нужна твоя помощь. Что случилось? Послушай, Сантьяго, помоги мне найти Ауру. Ей хотят навредить. С ней хотят что-то сделать. И я должна найти ее до того, как что-нибудь произойдет. Не беспокойтесь, она здесь, со мной. Слава Богу. Можно ее? Конечно. Даю. Твоя мама. Да, мама. Послушай, дочка. Твоя бабушка потеряла рассудок. Она не остановится, пока не убедится, что ты не сможешь рассказать о том, что она забрала твоего ребенка. Она приказала Ирасму найти тебя. Ты в опасности. Дочка. Я поняла. Не переживай. Я сейчас с Адрианом. Он собирается отвезти меня к папе. Мы нашли человека, укравшего его документы. Аура. Ты сказала Адриан? Да, Адриан. Я все объясню позже, ладно? Поговорим потом. Я все расскажу. Нет. Я очень боюсь. Я не могу ждать. Скажи, где ты сейчас? Я приеду. Если Аура меня усыновит, мы со Сверчком станем братьями, да? Да, и вам не придется часами висеть на телефоне. У вас обоих уши, наверное, болят уже. Да, раз его мама не дает нам видеться, мы общаемся по телефону. Но я уже сказала ему, если она не даст нам вместе играть, мы не сможем общаться по-настоящему и не будем друзьями. Не вздумай об этом говорить, Эстебену Пекин. Аурасман, что ты здесь делаешь? Где Аура? Ее здесь нет. Где Аура? Послушай! Да что с тобой? Аура! Аура! Как ты смеешь! Где она? Аура! Отвечай, Челло! Иди сюда! Я клянусь, Размо! Только оставь его! Он может пострадать. Клянусь, ему сейчас здорово достанется. Я... Он получит! Я клянусь, Ауры дома нет. Как ушла к сеньоре Верхини и больше не звонила. Не трогай мальчика! Не трогай его ради всего святого! Ты в порядке? Видишь? Какой трус этот помощник старой ведьмы! Да уж, я знаю. Знаю. Карол, а как думаешь, что теперь сделает Рахелио? Я не знаю, Сесар. Я не могла больше молчать. Он хотел уехать вместе со мной. Хотел забыть, что Верхиния убила его сына. Он собирался уехать из Мексики. Я не знаю, что у него на уме. Папа! Папа, я хочу, чтобы ты знал, все хорошо. Адриан заставил признаться того парня, который тебя подставил. Все теперь наладится. Адриан? Она все знает. Она знает, кто я. А она знает? Конечно, она спасла мне жизнь. Она ехала за Эрасмо до того самого места. Если бы не она, меня бы здесь не было. Спасибо за то, что ты помогла Адриану. Не беспокойся, Аура, тебе не нужно меня благодарить. Да, я сделала это ради него. Конечно. Не понимаю, почему ты так долго ждал? Почему сказал об этом лишь сейчас? Потому что хотел защитить тебя. Тебя и Эстебен. Адриан, моя бабушка, пыталась тебя убить. Теперь ей нужна я. В чем же дело? Должна быть какая-то причина. Адриан, почему ты не расскажешь ей правду? Какую правду? Что происходит? Что? Вот Аура. Моя бабушка убила Хермана? Все это только из-за денег? Как же так? Это большие деньги. Какая разница, сколько их, папа? Для них это важно, Аура. Для них деньги главные. У них нет совести. Сколько ты уже знаешь об этом? Как ты мог молчать? Ответь. Как ты мог молчать об этом? Все это происходит только из-за этой проклятой бумажки, и ты не сказал ни слова. Я же говорил, я хотел тебя защитить. Я могу сама постоять за себя. Подумай обо мне. Скажи я об этом завещании, ты бы пошла разбираться к бабушке, и они попытались бы убить тебя. Я бы не простил тебе этого. Если никто не хочет открывать, тогда я. Кто вам дал это? Я достала это для Адриана. Мы прошли через все вместе. Теперь я совсем ничего не понимаю. Особенно того, зачем ты пришла ко мне и сказала оставить Сантьяго. Зачем? Прости меня, Аура. Но нужно было убедиться, что ты не замешана в этом. Поэтому я и пришла. Кароло, прошу тебя. Я в самом деле ничего не могу понять. Чего вы ищете? Что вам обоим нужно? Я хочу знать. Не выдумывай. Я ничего не выдумываю. Просто сплашные секреты. Что же мне думать? Хочешь, чтобы я сказал? Я люблю тебя. Это главное. Я хотел защитить тебя. Когда же ты собирался сказать? Ты ждал, пока Нелли выйдет за Серхио? За этого ублюдка. Этот недоносок хотел завладеть наследством. Прошу, ответь мне. Чего вы добиваетесь? И ты тоже обо всем знала? О чем вы говорите? Это последнее завещание моего дедушки. Я не верю, что брата с нами больше нет. Мой братик. Никто не заслуживает такой смерти, тем более такой человек, как Херман. Я беспокоюсь о папе. Не могу его найти. Он должно быть в отчаянии, иначе... Просто не верится. Мы так готовились к поминкам, а на приглашениях поставили неверное время, и никто не пришел. Время было точным. Я проверил. Хорошо. Значит, надо винить твоего папу. Папу за то, что мои друзья не пришли сегодня. Смотрите, здесь только ваши знакомые. Это же настоящий позор перед лицом моего клуба. Этот дом должны наполнять лишь важные люди, бизнесмены, политики, соболезнующие мне. Как они могут забыть, кто я и какую роль я играю в обществе? Хватит, Верхиния. Умер мой брат, а ты думаешь только о своем статусе. Тебя это тоже должно волновать, милая. Благодари сесора и чари, если у твоего брата будут неподобающие похороны. Я лишь беспокоюсь, почему до сих пор не пришел папа. Я уверена, это тоже из-за тебя, Верхиния. Хватит, Верхиния. Цветы порой бывают грустными, верно? Моя мама и Рахелю убить. Мне жаль, но так оно есть. Но как они могли пойти на такое? Эти люди не стоят слез. Алло? Синьора, простите, но мне до смерти страшно. Приходил Рас мой, словно бешеный, искал ауру. Я не знаю, что ему нужно, но это не к добру. Правда ведь? Не беспокойся, Челита, аура со мной. Никому не открывай. Будь осторожна, я позвоню Челу. Хорошо, синьора. Нужно остановить маму, пока она не сделала еще чего-нибудь. Если Расма способен на такое, его необходимо остановить. Ну что, ты все сделал? Нет, синьора. Я не смог ее найти. Был дома у синьориты Ауры, но там лишь Челу и ребенок. Я не знаю, где ее искать. Не волнуйся. Рано или поздно она появится здесь. Пока что тебе нужно спрятаться в кустах и ждать там. А когда Аура приедет, тут же схвати ее. Понял? Да? Иди! Быстрее! Что происходит? Ничего, Расма не нашел ее. Мне все равно. Так просто она не уйдет. Ты узнал, где твой отец? Нет. Его телефон выключен. Какой он идиот. Жалкий трус. Ну, он меня не обманет. Не обманет. Нет. Клянусь, я лишил долг кошелек с документами. Думаешь, я поверю тебе? Скажи, кто убил Хермана. Ты или кто-то другой. Нет. Синьор, клянусь. Я не имею к этому никакого отношения. Я не преступник. Клянусь, синьор. Клянусь вам. Простите, я к вам пришел человек. Он хочет поговорить с вами. Говорит, это важно. И он не может ждать. Мы еще не закончили. Пригляди за ним. Синьор Гарса, чем могу быть полезен? Я пришел сообщить об убийстве. Мы как раз сейчас... Нет. Я знаю, кто убил моего сына. Что? Именно. Тот же, кто убил Адриана Ринкона. Я был свидетелем этого убийства, но не сказал, потому что боялся. Кто это? Верхиния Грамм. Моя теща. Она убила этого человека. И моего сына тоже. Он упал с лестницы, после чего Верхиния Грамм ударила его по голове вазы, и он погиб. А потом ее водитель попытался избавиться от тела. Вы уверены в своих показаниях? Я там был и все видел. Ваше молчание делает вас сообщником убийства. Вам это известно? Значит, вы готовы подписать обвинение против этой синьоры и ее водителя? Да, офицер. Теперь я чувствую, что выполнил свой долг. Мне плевать, если я сяду в тюрьму. Главное, эта женщина и ее шофер заплатят за убийство моего сына. Замечательно. Синьора, распечатайте это. Хорошо. Они должны за все заплатить. Я знаю. Знаю. Я буду держаться, Аура. Постараюсь быть сильной. Твоя бабушка больше никому не причинит зла. Слава Богу, она ничего не сделала тебе или твоему сыну, милая. Вопрос в том, что нам теперь делать. Надо подать против Верхини обвинения, пусть ее арестуют. Моя мама в тюрьме. Господи. Да. Не только она, но и Рахелио должен заплатить за все. Это же Карола, секретарь Рахелио. Я дочь Хорхе Руиса. Мой отец покончил с собой по вине Рахелио. Я сблизилась с ним, чтобы уничтожить его. То, что вы спали с ним, тоже было частью плана, сеньорита. Да. Чтобы отомстить человеку, который разрушил мою жизнь, я была готова на все. Простите, что прерываем, мы потом выпьем кофе и обговорим. Все наши дела, но сейчас нужно подумать, что нам делать. Нужно встретиться и разделаться с ними. Мой приятель жив. Мой дружище жив. Он был прямо перед глазами. Не могу поверить. Придется поверить, это правда. А кто еще это знает? Сейчас, наверное, уже все. Он даже Ауре сказал. Он так ее любит. Это видно по его взгляду. Если бы Аура знала мужчина, ее мечты был перед ней. Сердце нельзя обмануть. Оно всегда знает правду. Конечно. Когда я видел Сантьяго, представлял, что говорю со своим приятелем, Адрианом. И я был прав. Так все и было. Твое маленькое сердце кричало, это он, это он. Как? Это он. Кафриня теперь говорит с мамой. После всего, что я узнала, как мне смотреть ей в глаза. Какой ужас. Как это ужасно. Как же мы сразу не поняли Аура. Я всегда знала, здесь что-то не то. Я знала, что все так закончится. Смотрите. Ты, наконец, здесь, Фернандо, где ты была, защищала свою дочь. От кого же это? От тебя, мама. Не говори чушь, Фернандо. Что будем делать? Дождемся полиции. Я звонил перед отъездом, они уже едут. Надеюсь, они не задержатся. Добрый день. Пойдемте. Прошу вас. Офицер, вот она, убийца моего сына. Эта женщина, убийца моего сына. Что с тобой, Рахелю? Детектив. Смерть сильно потрясла его. Тебе нужно отдохнуть, Рахелю. И прийти в себя. Хватит, Верхиня. Сними маску порядочной женщины. Неблагодарный негодяй. Как ты смеешь так говорить со мной после всего, что я сделала для твоей семьи? Смотри, какой цирк ты устроил. В этот раз ты зашла слишком далеко. Ты убийца. Она убила моего сына. И пыталась убить Адриана Ринкона. В чем дело, Нелли? Ни в чем. Тебя обидел тот мужчина, верно? А вам этого и нужно, да? Вы ошиблись. Он сейчас занят делами. Свадьба пока отложена. Так что пусть эта дрянь не приходит со своими требованиями. Послушай, Нелли. Ты моя дочь. И я беспокоюсь. Я уважаю твои решения, если они не вредят твоему сыну. И я не думаю, что этот Серхио нужен тебе. Или моему внуку. Твой папа прав, дочка. Подумай об Эстебане. Вас волнует Эстебан? Не переживайте. Вы будете с ним видеться. Я буду приезжать часто. Постараюсь. Так что скучать вы не будете. Вы нужны ему, и я знаю это. Нелли, прошу тебя, не уезжай. Эстебан нуждается в своей семье, в нас, в его дяде Сантьяго. Сантьяго нужно решить, чего он хочет. То ли он с нами, то ли с этой аурой. Схожу в мастерскую, поговорю с ним. Если приедет Серхио, скажите, что я там. Простите, мне надо поговорить с Григорио. Синьора, вам придется поехать с нами. Что? Нет, извините. Вам не нужно обращать внимание на бредовые обвинения моего зятя. Я не просто кто-то. Я Верхиния Граам. Одна из самых важных персон в Мексике. Почему этот мужчина позволяет себе говорить такие гадости в мой адрес? Я всегда заботилась о благополучии его и его детей. Прошу, мама, успокойся. Нет. Ты тоже согласна с мужем, не так ли? Вы видите, детектив? Мне очень больно от всего этого. Я слышала тебя, мама. Слышала, как ты сказала Эрасму, поймать Ауру. Да? Чтобы уберечь ее от разных глупостей, ничего более? Нет, мама. Может, чтобы убить меня? Мне все известно, бабушка. Я знаю правду. Мой сын и я единственные наследники состояния Григорио. Что будет, когда она узнает? Привет. Сантьяго здесь? Что смотрите? Да, так. Он подговорил вас, да? Уверена, наговорил вам ерунды про мою свадьбу с Серхио. Лучше подумай о благополучии крестника. Нелли, успокойся, хорошо? Не нужно так думать. К тому же ты не можешь выйти за Серхио замуж. Почему? Потому что ты так решил. Ты такой знаток, что станешь указывать мне, что делать. Да? Нелли, не горячись. Можешь оскорблять меня сколько угодно. Но ты не можешь выйти за Серхио, потому что твой муж Адриан жив. Просто не верится. Вы все, все до одного с ним в заговоре. Ты лишаешь меня того, что мне оставил твой дедушка Аура. А ты, ты станешь помогать ей в этом, Фернандо. Все это ложь, выдуманная Рахелио. Ты знаешь, что это не так, Верхиния. Это было последней волей Дона Григорио. Есть много свидетелей. Ты наследница Аура. Не пытайся меня задобрить. Я хочу, чтобы вы знали, мне нет дела до наследства ни мне, ни моему сыну. Вы что, не понимаете? Из-за наследства погиб Херман. Посмотрите, как далеко это зашло. Рахелио сумасшедший. И к тому же неблагодарный. Хермана убил Цесара Чари. Вот он! Хватит, Верхиния. Мы знаем, что Ирасма заплатил моему сотруднику, чтобы тот украл у меня документы и позволил тебе подставить мне. Я не знаю, что за чертовщину ты несешь. Ты все прекрасно знаешь. Ирасма приказывала ты. Но Аура должна быть благодарна мне за то, что механик погиб в той аварии. Представьте жизнь, которую он дал бы ей. Знаете что? Мне больше не хочется выслушивать этот вздор. С меня хватит. Где Ирасма? Мне нужно в клуб. Больше я не могу. Вы никуда не пойдете. Вам придется за все заплатить. Адриан не погиб. Я есть Адриан Ринко. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип. Ты хотела верить? Я не хочу ошибаться. Ты хотел уничтожить? Я не хочу ошибаться. Я хочу ошибаться. Мой расшири. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok